Xiaomi Mi Band 5 Global версия. Честный обзор, стоит ли их брать? Привет, с вами Легит, друзья! Кто смотрел нашу недавнюю распаковку, тот наверняка помнит, что в ней был новенький браслет от Xiaomi Mi Band 5. Ну и многие из вас, как и я когда-то, наверняка задумываетесь, стоит ли их покупать, так как в четвертой версии только недавно наконец-таки заработала бесконтактная оплата в России, то, что мы все с вами так давно ждали. А у пятой версии пока что с этим вопросом ничего не понятно, какой-то точной информации нет. Кто-то говорит, что возможно в будущем появится новая версия Mi Band 5 Pro, и там будет NFC, который будет работать в Российской Федерации. В принципе, вообще в других странах мира, помимо Китая. Кто-то говорит, что там еще дополнительный микрофон будет для голосового ассиста, и возможно даже ответы на звонки. Но опять же, это пока только слухи и предположения. Кстати, я взял версию без NFC, потому что многие заявляют, что независимо заявлено там NFC или нет, чип там все равно есть. Ну и как это было, к примеру, с Mi Band 4, даже у тех, у кого не было. NFC-чипа с умельцами, с прошивками. Можно было прикрепить банковскую карту и бесконтактно сейчас оплачивать. Ну и так как бесконтактную оплату NFC в России еще пока что не настроили, поэтому решил взять обычную версию, глобальную, с поддержкой русского языка, и она где-то на 1000 рублей получается дешевле. В принципе, экономия небольшая, и тем не менее, все равно приятно. И если это вдруг штука не заработает, то пусть лучше так. В общем, брал я его где-то за 2300 рублей. Заказывал я его, естественно, на Алиэкспрессе. Доставка со склада Китая заняла где-то приблизительно около двух недель, что я считаю достаточно быстро. Но актуальную цену вы всегда можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю для вас в описании под видео. Отличий у этого фитнес-браслета от прошлых версий Xiaomi на самом деле не так же мало. В общем, друзья, сейчас я вам расскажу о нем более подробно, и я уверен, досмотрев это видео до конца, вы уже точно поймете, подходит ли он вам. Фитнес-браслет весьма бюджетный, так же и комплектация. Все скромно, зато у этой версии уже магнитный вот такой шнурок зарядки, конечно же, толмуд инструкции, которые никто не читает, и, собственно, сам браслет. Визуально, конечно, напоминает третью-четвертую серию. У версии без NFC вот такое колечко, у версии с NFC такая вот типа подковка. Браслет уже из коробки включен и готов к сопряжению. Ремешок приблизительно такой же, как и у предыдущих версий Xiaomi. Силиконовый такой стандартный привычный вариант, подходящий для практически любых размеров рук. На дне капсулы сенсора для считывания физического состояния человека и контакты для зарядки. В этот раз зарядка магнитная, которая многих побудила перейти с четвертой версии на пятую, потому что у предыдущих версий необходимо было каждый раз вытаскивать капсулу. А это со временем приводило в негодность ремешок. Капсула, хоть и визуально похожа, однако отличается от предыдущих версий Mi Band. И на вопрос, подходят ли к ней ремешки от третьей-четвертой Mi Band, силиконовые подходят, в принципе, она в них нормально так садится, но вот то, что у нее зазорчик вот здесь вот с торца немножко больше, из-за этого вот чуть-чуть вот бортик торчит, такой вот некий заусенец. Ну а в своем родном ремешке, конечно, все идеально, отсутствуют какие-либо щели, все здорово. Поэтому, в принципе, одеть на старые силиконовые ремешки, в принципе, можно, но не совсем подходит. По умолчанию, пока не привязали браслет, у него есть английский, китайский, вроде как корейский. Приложение можно скачать легко, отсканировав QR-код, который находится в инструкции. Вас перебросят в Play Market или App Store, все зависит от вашего смартфона. В принципе, это все то же самое Mi Fit приложение, которое, я считаю, одним из самых удобных. Оно полностью на русском, и подключение самое, что не значит, простое. Выбираете браслет, осуществляется поиск. Браслет найден, автоматически подгружается обновленное ПО. После обновления ваш Mi Band 5 подключен. Местное время смартфона и интернета подтянулось, браслет готов к работе. Конечно, изначально браслет на английском языке, но сейчас мы его спокойно переключим на русский. К слову, о приложении. На быстром доступе информация о занятиях бегом, ходьбой или велосипедом. Соответственно, со всей статистикой, картой местности, сколько двигались, сколько калорий, сколько времени, ну и тому подобная информация. Что удобно со сводкой статистики за месяц. Для наглядности свою статистику можно посмотреть на удобном графике. Также можно перейти в профиль, выбрать свой браслет и установить все необходимые вам настройки. Также, как и на предыдущих версиях, можно разблокировать экран смартфона в присутствии фитнес-браслета, выставить отображение и управление телефонными входящими вызовами, даже привязать какие-то события из календаря. Конечно же, будильник, кстати, который очень бережно с усилением вибрации и так плавно пробуждает. Настройка уведомлений полностью кастомизируется под себя. Вы выбираете только те приложения, от которых хотите получать уведомления. К примеру, разный мессенджер, чтобы на русском читать сообщения прямо с браслета. Как и в прошлых Mi Band'ах, есть напоминание о том, что нужно двигаться. В приложении есть функция «Найти браслет в случае, если вы его где-то оставили». Браслет засветится и издаст вибрацию. Можно даже настроить под себя включение подсветки в случае поднятия руки. Выставить какой-то определенный график, к примеру, у меня ночью эта функция не работает, и выставить скорость, с какой скорости будет включаться подсветка. Глобальная версия изначально на английском языке. В этом пункте можно спокойно переключить на русский. После сохранения браслет полностью на русском. Кстати, экран у пятой версии стал немножко больше. Четвертая версия была 0.95 дюйма, у этого браслета 1.1 дюйм. Правда, цветов стало немножко меньше, но, честно, это вообще незаметно. Мониторинг пульса тоже стал еще более информативный, более продвинутый. Здесь можно выставить его очень гибкий график. В том числе контроль сна – это действительно полезная функция, которая многим может пригодиться для отслеживания фаз сна. Друзья, на самом деле здесь очень много настройок. Естественно, рассказывать про все не вижу смысла. Скажу про те, которые для меня, наверное, более важны и которые часто использую. Ну и, собственно, какие новинки у этого браслета. К примеру, можно полностью кастомизировать под себя те отображения приложений, которые будут в вашем фитнес-браслете. То есть, если вам это не нужно, вы можете попросту это убрать и оставить только то, что вам необходимо. К примеру, мне не нужно управлять затвором камеры при помощи браслета. Это можно убрать. А вот управление плеером, конечно же, оставлю. Кстати, по типу Apple Watch здесь также кастомизируется главный рабочий экран, где можно выбрать, какие виджеты будут сверху и снизу. Ну, предположим, вам не нужно смотреть на подсчет калорий, на количество шагов, пройденных за день, сердечный ритм и другие физические показатели. Вы, может, здесь хотите просто смотреть погоду, то пожалуйста. То есть, вы настраиваете свой браслет так, как вам удобно. Еще часто используя функцию, это поиск смартфона, который оставил где-то в комнате, не могу найти где. При помощи браслета можно включить рингтон. Еще одна из новинок в пятом браслете, это вот эта функция Pay. Это что-то вроде замера физической активности. На браслете и в приложении более развернуто собирается вся статистика по вам, которая может координировать не только ваши тренировки, но и образ жизни. Кстати, тут есть подробное описание этой функции, ну и в принципе ее работы. Можете поставить на паузу и почитать. Что касается измерения пульса, тут все забавно. С одной стороны, это один из самых точно показывающих пульс фитнес-трекер. Я видел тесты, как его сравнили с профессиональным медицинским оборудованием, и там все четко. Вот он замерил, что у меня 86 ударов в минуту. Замеряет он при помощи новой технологии и двух датчиков ЧСС, которые мерцают зеленым цветом, отражаясь от поверхности, считываются специальными сенсорами. И фиксируют частоту сердечного ритма даже у персика. Конечно же, это баг, который Xiaomi до сих пор на свой стыд никак не исправит. Я вот сомневаюсь, что у персика биение косточки 71 удар в минуту. На самом деле, пульс этот браслет измеряет достаточно четко. Просто отраженный свет от разных поверхностей и фактур, при этом баги показывают у бессердечных предметов все равно какой-то пульс. Зато очень здорово то, что теперь экран стал немножко больше, так же, как и разрешение, и текстовые сообщения читать более комфортно. Еще добавилась вот такая вот аналитика измерения уровня стресса, которая, в принципе, по большей части основывается на частоте сердечного ритма. То есть, если, к примеру, поджиматься или пробежать стометровку, то он может показать, что вы в стрессе. Вот это, кстати, реально прикольная штука. Здесь есть пояснение, как этим пользоваться. Это упражнение для дыхания, для того, чтобы восстановить спокойное состояние. Там несколько упражнений в течение минуты можно привести свое дыхание в норму. Ну и, как по мне, всегда очень здорово, когда прогноз погоды прям под рукой, да еще и на неделю вперед. У этого браслета уже 11 режимов популярных тренировок. Режимы уже более оптимизированы и настроены под конкретные упражнения, с целью отслеживать ваши физические показатели и улучшение результатов. Добавили даже режим йоги. Есть еще скакалка, плавание и тяжелые упражнения. В целом, фитнес-браслет изменился в лучшую сторону. Он стал более информативный. И, как по мне, стал гораздо удобнее. Слышал, что кто-то жаловался на его ремешок, что он там слетает с руки. Ребята, он очень крепко держится. Реально, его вот так встряхнуть, это надо прям специально отстегивать. И еще, друзья, огромнейший плюс, то, что браслет стал весить в два раза меньше. Mi Band 4 весил 24 грамма, этот вообще невесомый 12 грамм. Я лично его вообще уже на руке не замечаю, спокойно в нем сплю. Мне кажется, он будет комфортный даже тем людям, которые ранее вообще ничего не носили на руке. С уменьшением веса у пятой версии уменьшился и объем аккумулятора. У Mi Band 4 135 мАч, у этого 125. При этом он весьма оптимизирован и заявлено две недели автономности. Ну а по-честному, по факту, где-то в районе 10 дней. Конечно, это не измерить, это все зависит от функционала, от той яркости, которую вы выберете, от тех режимов. Но в среднем в районе 10 дней, что я считаю вполне достаточно. Конечно же, рабочие циферблаты не ограничены тем количеством, которое в заводских настройках самого браслета. Приложение Mi Fit абсолютно даром доступно, ну, скажем, немалое количество вот этих рабочих столов, которые, кстати, со временем периодически добавляются. То есть вы можете спокойно выбрать тот циферблат, который вам больше нравится, кликнуть на синхронизацию и уже через несколько секунд этот циферблат появится на вашем фитнес-браслете. Правда, вот эти варианты уже не все можно кастомизировать, как заводские. Ну а загружать их в свой фитнес-трекер одно удовольствие. Они буквально за считанные секунды, как по большинству, появляются в браслете. После чего, если захотите менять, их уже можно не загружать, а менять в приложении или даже прямо напрямую в фитнес-браслете. Что удобно, добавили управление плеером. Это здорово, но оно пока не работает, если вы включите еще какую-то спортивную программу. Кстати, на максимальной яркости информацию с браслета очень хорошо видно, даже на очень ярком солнце. Еще добавили очень классную фишку – настройку вибраций, которую вы можете настроить под себя. То есть, предположим, звонки будут вибрировать сильнее. Сообщения с мессенджеров чуть послабее. СМС, допустим, еще слабее. Это реально прикольная функция, потому что даже несмотря на браслет, не поднимая руки, вы можете определить, что к вам там поступило. Друзья, как итог, Mi Band 5, по моему мнению, получился весьма годный. Во-первых, даже на старте продаж он стал более бюджетный, чем Mi Band 4. Добавили кучу полезных функций, и функций, которых я вам, естественно, не показал, которые, ну, мне просто не нужны. Ну, к примеру, введение женского цикла или затвор фотоаппарата. Безусловно, кто-то найдет для себя какие-то недостатки. К примеру, у него нет GPS, и данные он берет с вашего смартфона. Ну, а с другой стороны, я без смартфона на пробежку все равно не выхожу. Я, в принципе, на нее не выхожу. Ну, обзор уже честный. Но когда выходил через смартфон по Bluetooth, я слушал музыку в наушниках. Так что он все равно был со мной. Да, опять же, вспомните, сколько стоит этот браслет. Для своей цены он суперфункциональный. Он очень шустрый, яркий, вообще незаметный на руке. Сообщения, поступившие на смартфон, в нем четко читаются. Все кастомизируется, что не нужно, можете просто из него убрать. И даже вот этот для меня был большой повод перейти на него. Я уже молчу про магнитную зарядку. Переходить ли вам с рабочей четвертой NFC или нет, решать, конечно же, вам. Как по мне, он реально того стоит. Ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте, продавец проверенный отправил достаточно быстро. Уверен, вы будете довольны. Я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяк, а мне вот сильно поможет. С вами был Йош, пока. С вами был Игорь Негода.